Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секрет успеха. Основанная Библия». Это программа, через которую мы изучаем стихи из Библии. Мы изучаем стих один в течение всей недели, размышляем о нем и в конце недели смотрим это видео, делимся своими комментариями, хоть, к сожалению, сейчас комментарии люди не пишут. И в этом 2016 году в каждом стихе есть качество, которое мы изучаем. Хорошее качество, но противоположным хорошим качествам всегда есть плохое качество. Вот, например, на этой неделе правдивость и противоположное, с чем мы боремся, это лживость. Мы хотим жить правде, мы хотим поступать по правде, мы хотим распространять правду. Поэтому мы не должны говорить ложь, мы не должны проповедовать ложь, мы не должны поступать по лжи. Об этих качествах много чего сказано, много мы знаем. Например, слово «правдивость» для нас, христиан, оно не настолько популярно, как «правда» или «истина». Поэтому больше я буду, особенно когда читаю стихи из Библии, конечно, буду говорить о «истине». Хоть из истины вытекает правда или правдивость, мы живем, у нас есть характер, по которому мы поступаем, правильно или правдивость. Или ложь, лживость. Вот несколько цитат о лживости. Их намного больше есть, особенно о правде, об истине. На капли сотов вы можете, когда вы перейдете на страничку, об этом качестве. Истина подкрепляется зрением и временем, а ложь – поспешностью и неопределенностью. Если мы видим, что люди торопятся что-то сделать, что-то сказать, все, быстренько-быстрень, надо остановиться, позадуматься. Почему так? Возможно, за этим действием скрывается ложь. Каждый человек может заблуждаться, но упорствует в заблуждение только глупец. Если мы упорствуем, если другие люди говорят не так, а мы упорствуем, это больше того, что мы глупцы, мы заблуждаемся. Если, конечно, мы не настоим на позиции Библии, если Библия об этом не говорит. И позже мы очень много поговорим о стихов Библии, и они подтверждают те истины, которые, или точнее цитаты, которые я только что зачитал, и еще зачитаю о истине. Судьба всякой истины сначала быть осмеянной, а потом уже принятой. На самом деле это так, и мы увидим ниже, что Писание об этом говорит. Истина ничуть не страдает от того, если кто-либо ее не признает. Еще следующее цитата. Человек, не имеющий понятия об истине, не может быть назван счастливым. Я тоже соглашаюсь с этой цитатой. Библия об этом говорит. Познайте истина, истина сделает вас свободными. Иисус есть истина, и никто не может быть счастливым, по-настоящему не знав истину. Истина бывает часто настолько проста, что в нее не верят. Это тоже интересная цитата, и она очень правдивая. И последнее. Истина необходима человеку так же, как слепому трезвый поводыр. Нам истина необходима в этом мире, особенно в этом мире, в наше время, как мы знаем, постмодернизм. И до конца, я до конца не понимаю это слово, хоть пытался несколько раз понять, но соглашаюсь, что мы действительно живем в этом время. Очень ужасное время, в том, что люди, профессора, особенно в стране, в Америке, пытаются студентов такое навязать, что не существует истины. Что каждый принимает себе решение, что правильно, что неправильно. И оно такое противоположное. Все, которые были раньше, фундамент человечества, он полностью разрушается. Но это такое лживое и непонятное объяснение, что истины не существует. Если истины не существуют, то самое, то слово, что я говорю, истины не существуют, оно не существует, оно неправдивое. Поэтому люди сейчас, студенты, бедняги, я бы сказал таким словом, очень мне их жалко. Я знаю один раз, Рави за край, я рассказывал такой пример, что в Нью-Йорке, кажется, студент один встал и говорит профессору, докажите мне, что я существую. Представляете, что надо доказывать, что существуешь. Но профессор был достаточно умный тот и говорит, а кому же доказывать? Если ты не знаешь, что даже ты существуешь, кому же я буду доказывать? И тот студент понял, что настолько неоснованно. И это ужасно. Раньше знали, что есть истина, но это истина, как-то бы люди определяли, что такое истина. Раньше более принимали Слово Божие, как истина. Но сейчас пытаются сделать, что истины не существует. Но истина есть. И мы сейчас убедимся в том, что истина есть. Стих, который мы изучали. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на Святой Горе Твоей, тот, кто ходит непороженно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Вначале, чем мы можем делать, поступать по истине, проповедовать другим истину, прежде всего, надо, чтобы мы говорили в сердце своем для себя истину. И это важно. И сейчас мы немножко, мы сегодня не будем долго брать времени. Много чего я, стихов, которые я скажу, я не буду даже зачитывать. И даже на видео вы не увидите. Потому что сейчас у меня, у нас в моей семье такое время, что более заняты, чем обычно. Поэтому вы все тексты, писания, выпускины, можете также найти на капли соты. И два стиха, которые я хочу сказать. Первый. Иисус является истиной. Иоанна 14,6. Иисус сказал ему, я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус есть истин. Значит, истина есть вечная и неизменная. И это Библия тоже подтверждает. Истина не меняется. Евреям 13,8. Иисус Христос вчера и сегодня, вовеки тот же. Значит, независимо, в какой стране мы живем, в какой период времени мы живем, в каком мы возрасте, кем мы не являемся богатые, бедные, всегда истина одна и та же для всех людей. Она неизменна. Она не меняется. Потому что истина настоящая есть. Иисус сказал, я есть истина. Как Иисус является жизнью, как Иисус является путем, так и Он является истиной. Поэтому если эти люди, профессора, студенты, они не признают истину, то это не означает, что ее нет. Она есть. И сейчас мы посмотрим, в чем же истина заключается. Где источник этой истины? Источник истины или праведности, как мы хотим быть праведными. Первое. Бог есть истина. И есть некоторые стихи об этом. Я прочитаю только второзаконие 32, 3 и 4. Имя Господа прославляю. Воздайте славу Богу нашему. Он твердыня, совершенна дела Его, и все пути праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Господь является верным, и Его отсутствует неправда. Он праведен и истинен. Очень важно знать. То есть истина в Боге. Истина вечная. Истина не меняется. Истина нестинная. Второе. Истина есть Иисус Христос. И мы уже читали Иоанна 14, 6. Иисус сказал Ему, Я есть путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Третье. Истинно есть Дух Святой. 1 Иоанна 5, 6. И Дух свидетельствует о Нем, то есть об Иисусе Христе, потому что Дух есть истина. Четвертое. Слово Божие есть истина. Иоанна 17, 17. Очень известный для нас стих. Освяти их истины Твоей. Слово Твое есть истина. Пятое. Божий закон есть истина. Псалом 118, 142. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. И 151. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истины. Вот мы пять главных зачитали стихов, что является истиной. Их есть немножко больше, но я скажу, даже так получилось, что я этот конспект готовил, когда ездил с братом на работу, и он был за рулем, а я на телефоне готовил конспект, потому что немножко был занят. Но запомним, можем дальше продолжать, но что Бог есть истина, Иисус есть истина, Святой Дух есть истина, Слово Божие есть истина, Божий закон есть истина. Мы должны вникать, мы должны пребывать к Богу, и мы будем, истина будет влиять на нас. И что истина делает для нас? Что же истина делает? Во-первых, истина приводит нас ко Христу, Иякова 1.18 Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым и начаткой Ее создания. Второе, истина ведет нас к свету, Иоанна 3.21 А поступающий по правде идет к свету, дабы явные были дела Его, потому что они Боге соделаны. Третье, Истина очищает наши души. 1 Петра 1.22 По слушаниям истины через Духа, очистив души наши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Мы не будем разбирать конкретно каждый стих, только будем зачитывать, что там есть истина, а поразмышлять уже нам придется каждому отдельно. Истина делает нас свободными. Опять стих очень знакомых для нас. Иоанна 8.32 И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Пятое, Истина помогает нам правильно поклоняться Богу. Иоанна 4.23-24 Но настает время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу Духу и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, поклоняющие Ему должны поклоняться в Духе истине. Шестое, Истинно очищается грех. Притча 16.6 Милосердие и правдой очищается грех, и страх Господний отводит от зла. И последнее, седьмое, Истинная охрана в лидерстве. Притча 20.28 Милость и истинно охраняют Цара, и милостью Он поддерживает престол Свой. Мы понимаем, что это говорится о Царе, но в какой-то мере, мы, например, как лидеры своих домов, родители, мы являемся и Царами тоже какой-то меры. Ну и, конечно, в Библии говорится, что мы Царь и Священники, и милостью, и истинно охраняется Царь. Поэтому вот такие мысли, и вы можете их больше прочитать, выпасать для себя по ссылке на Капли Сота. А сейчас краткая пауза. На сайте Капли Сота есть рассылка, на которую вы можете подписаться, и каждую неделю вам на почту будут приходить хорошие проповеди, аудиокниги, статьи, а также вопросы и ответы. Мы верим, что этот сайт может стать для вас хорошим источником для духовной пищи. Библия говорит, что есть лже-пороки, Матфея 7,15. Второе. Лже-Христы, Матфея 24,24. Третье. Лже-апостолы, 1 Коринфянам 11,13. Четвертое. Лже-учителя, 2 Петра 2,1. Пятое. Лже-братья, 2 Коринфянам 11,26. Шестое. Клеветники, 2 Тимофея 3,3. Седьмое. Лже-свидетели, Матфея 26,60. Эти люди, лже-истина, или ложь, их можно найти рядом. Они пытаются быть лже-пророками. Они есть лже-пророками. Они есть лже-свидетелями. Они есть клеветниками. Они есть лже-братьями. Поэтому истина освобождает. Истина вразумляет. Истина дает силы. И мы должны держаться Слово Божьего, пребывать в молитве, изучении, чтобы действительно эта истина нас держала в своих руках, можно так сказать. Истина, али Господь. И стату я хочу сейчас прочитать. Чарльз Перджина. В этой цитате заметно, что истина настолько большая, настолько обширна, что мы самым человеческим умом, познанием, не в состоянии даже охватить эту истину. И она с причиной, потому что истина является Господь. Но и другие причины нам просто непонятны. И нам просто легко сойти с истины. И есть тот, кто нас может держать всегда в истине. И давайте послушаем эту цитату. Истинно подобно обширному замку, в который мы очень бы хотели войти. Хотя мы не в состоянии пойти по этому замку без гида. А уходя, все еще ясно и светло. Но если мы пройдем дальше, во внутренние помещения, нам непременно нужен будет кто-то, кто готов бы сопровождать нас. В противном случае мы заблудимся. Дух Святой, который в совершенстве знает истину, готов указать эту услугу каждому верующему. Чарльз Пержин привел такое, как большой дом. И большой дом, много комнат, много различных комнат, коридоров. И чтобы пройти к одного конца в другой, куда нам надо, не так легко. Мы можем, мы все были, наверное, в больших домах. Даже не совсем больших, когда мы побыли, мы не знаем, куда выход сделать. В этом мире, в этом духовном мире истинно что-то подобное, как он сказал. Мы видим много различных, и нам надо этот гид, это проводник, который проведет нас к правильному пониманию, к правильному комнате. Когда нам надо зайти на кухню, когда нам надо выйти на улицу, когда нам надо зайти в спальню, когда нам надо. И только Дух Святой способен это делать. Мы должны понять, что мы не в состоянии сами по себе держать, стоять в истине. Мы должны молиться, мы должны просить Господа, чтобы Господь помогал нам это делать. и какая же награда за истину. Я в последнее время пытаюсь найти награду в том стихе, который мы изучаем, потому что много стихов сразу обещания дают какие-то особые. И в этот стих Псалом 14.1.2 здесь я вижу награду. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Человек что-то делает, кем-то он является, и награда его то, что он может пребывать в жилище Господнем. Не только на небесах, но на земле он ощущает, он осознает, что Господь вместе с ним, что Господь проводит его, что Господь благословляет его, что он неразличим, он вместе с Господом везде, и все, что он не делает. И я смотрю, здесь вижу три действия, которые надо сделать, чтобы пребывать в жилище Господнем. Ходить непорочно, второе, делать правду, и третье, говорить истину в сердце своем. Я бы сказал, первое, это третье. Если мы будем говорить истинно, истинно в сердце своем, то есть, если мы будем вникать в Слово Божие почаще и принимать эту истину в сердце своем, мы будем делать второе. Мы будем делать истину, мы будем поступать по правде, по истине, мы будем проповедовать своими устами, своими поведениями эту истину. И третье, этим же мы будем ходить непорочно. Мы будем целостнее, мы будем правильно поступать, Мы будем в правильные места ходить. И за это Господь обещает, что мы будем жить с Господом в жилищах Его. И если человек ходит непорочно, делает правду и говорит истинное сердце своим, то можно сказать, что он пребывает в жилище Господнем. А сейчас опять краткая пауза. Для нас многих уже превышена эта иллюстрация, но еще раз хочу повториться, что, возможно, в нашем сердце есть место для користи. И это место должно очиститься, и там должно быть великодушие. И изучая этот стих, к которому мы сейчас к нём обратимся, мы можем увидеть, насколько наше сердце предано великодушию или корости. Это удивительный стих. Я еще помню в детстве, где-то 20 лет назад, еще больше изучал. Не изучал, а выучил наизусть. Более так было сказано, правильно сказать. Не принимал, применял его в жизни, как бы хотелось бы и сейчас. И поэтому пусть Господь вас благословит, что у вас тоже желание было принимать это или жить по этому стиху. И сейчас мы послушаем его. «Великодушие, и кто принудит тебе идти с ним одно поприще? Иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 41 по 42 стих. Вот такой стих. И пусть Господь благословит. Действительно узнать, как он касается лично к нам. Потому что много сейчас есть, которых просят, и как им дать. И особенно первая часть стиха, здесь два стиха. 41-й. «Кто принудит тебе идти с ним одно поприще? Иди с ним два поприще?» Как применить этот стих в реальную ежедневную жизнь, в которой мы живем в 2016 году? Сейчас будем прощаться. Благодарим, что вы были с нами за видео, которое смотрели. Пусть Господь вас благословит. И сейчас предлагаем посмотреть видео. «Проверьте свое сердце». С Богом! «Проверьте свое сердце». Молюсь ли я о том, чтобы Господь дал мне сил идти в второе поприще ради других, а особенно ради обидчиков? В каких ситуациях в настоящее время я могу идти в второе поприще? Просил ли я прощения за неправильное поведение в ответ на причиненные обиды? Что я могу сделать для своих обидчиков? Пытаюсь ли я сам воздать своим обидчикам или доверяю Божьему суду? Проявляю ли я любовь к Божию, когда меня оскорбляют? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!